Уже с сегодняшнего дня бензин может резко подорожать. 1 июля заканчивается действие соглашения между правительством и нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне мая-июня 2018 года. Как будут развиваться события на топливном рынке страны и сколько придется платить за литр бензина в самое ближайшее время? Не только эти вопросы адресуем сегодня вице-президенту Российского топливного союза, депутату Краевого законодательного собрания Юрию Матвейко. Здравствуйте, Юрий Витальевич, рада вас видеть. Не так давно вице-премьер Дмитрий Козов заявлял, что он не видит оснований продлевать соглашения о заморозке цен на топливо на внутреннем рынке и, по его словам, стоимость бензина, если будет расти, то только в пределах инфляции. Вот что это значит? Я смотрел это интервью. После этого было заявление одного из руководителей нефтяных компаний, который сказал нечто подобное. О чем это говорит? Говорит о том, что на внутреннем рынке дефицита нефтепродуктов нет. Это на самом деле так, но есть маленький момент. Есть цена оптовая внутреннего рынка и цена экспорта. Если нефтяные компании только начнут увеличивать поставки нефтепродуктов на экспорт, мы опять получим новый виток цен на оптовом рынке. Две цифры. Цена внутренняя, средняя, порядка 50 тысяч рублей за тонну. Если компании продают на экспорт, эта цифра уже порядка 60 тысяч рублей. То есть ни много ни мало, это 10 тысяч рублей. И если нефтяные компании примут решение, что они увеличивают экспорт условно даже на 3-4%, мы получим очередной виток оптовых цен внутри страны, и вслед за этим, соответственно, это все придет на автозаправочные станции. То, что сказал Козак, это сигнал нефтяным компаниям. Потому что, как бы мы ни хотели, это основная отрасль, которая формирует федеральный бюджет, и, соответственно, эти цифры все считаются. Поэтому здесь, скажем так, нам точно не стоит ждать каких-то скачков на АЗС в размере 5-7 рублей, но в ближайшее время, если нефтяные компании, как я уже сказал, начнут увеличивать экспортные поставки, то некое колебание в сторону увеличения цен на АЗС может состояться. Но вот инфляция у нас в каких пределах обычно? Ну, инфляцию президент с представителем правительства объявили, что это будет не более 5%, ну, соответственно, это 2,5 рубля, это повышение по итогам года. Ну, на мой взгляд, это не самые критичные цифры, с учетом того, что мы увидим с 1 июля рост цен на газ, электроэнергию, тарифы ЖКХ. Там цифры несколько выше, но о них почему-то никто не говорит и никто не объясняет, почему эти цены растут. А вот по-вашему, должно ли правительство в принципе регулировать цены на бензин, или все-таки их лучше отдать на откуп рынку? Вы знаете, если мы говорим о том, что у нас рыночное государство, то, соответственно, должны работать правила рынка. Когда начинаются вот такие процессы, как заморозка, либо ограничения в каких-то отраслях, ну, как правило, скажем так, это работает полгода-год, а потом чири он сколько ни там. То есть мы искусственно сдерживаем это все. Да, это искусственное сдерживание цены. То есть в прошлом году, вы помните же, как было, что в течение полутора месяцев у нас оптовые цены выросли почти на 20%. Тем самым мы получили, что оптовые цены были там на 4-5 рублей выше, чем розничные. Тем самым мы получили вот такой дисбаланс. А на самом деле было все просто. Либо ограничить ставки акцизов на нефтепродуктов, которые достаточно велики, либо ввести экспортную пошлину, и нефтяные компании бы оставили на внутреннем рынке нефтепродуктов столько, чтобы не получить вот таких колоссальных цифр в сторону увеличения оптовых цен. То есть вы все-таки за рынок? За рыночное отношение? Однозначно. Когда есть правила игры, и все по ним играют. А когда правила пишутся только для нефтяных компаний, ну, это не здорово. Ну, вы уже немножечко сказали, насколько приблизительно, да, по вашим оценкам, может стоимость бензина в розницу, я так понимаю, вырасти. А вот по данным Росстата оптовые цены на бензин в мае подскочили, а в июне выросла и розница на Дальнем Востоке и в Сибири на 33 копейки. Это только начало, я так понимаю. Ну, давайте, если мы говорим об инфляции, то у нас полгода уже как раз прошло. Посчитаем инфляционные проценты, это 2,5 процента, это рубль к цене бензина. Повышение за полгода 33 копейки. Поэтому на сегодняшний день это ниже процента инфляции. Поэтому то, что у нас есть, скажем так, еще запас, даже инфляционные процессы, ну, это факт. Поэтому я думаю, что стоимость в ближайшее время может подрасти, но это будут не критичные цифры, это однозначно. Ну, то есть вы сказали, на 2,5 рубля это к сегодняшним ценам. По итогам года, нет, к 1 января и до конца года. А продолжится ли рост цен в дальнейшем? Ну, у нас, заметьте, нет повышения, ой, понижения ни у одной компании, которая у нас системообразующая. У нас 2 раза в год растут ЖД-тарифы, электроэнергия, соответственно, все операционные расходы по всем видам товаров, они растут. Может понизиться только в одном случае, если снизятся налоги, либо акцизы. Ну, я лично не вижу ни того, ни другого, потому что уже на следующий год прописаны ставки и налогов, и акцизов по нефтепродуктам, и они как раз вверх, а не вниз. А есть ли какие-то другие механизмы сдерживания цен на топливо, кроме правительственных мер? Нет. Никаких нет? Их нет. Правда, жизнь не такова, что в цене топлива порядка 70% это налоги и акцизы. Как мы знаем с вами, налоги и акцизы устанавливает государство, за них голосуют депутаты, ну, а, как правило, инициатором всех вот этих движений это как раз правительство и президент. Вот очень многие люди в последнее время все чаще задаются вопросом, ну, это в интернете я видела, почему в том же соседнем Казахстане цена за литр бензина, ну, гораздо ниже, не в два раза, конечно, чем в России, но все-таки ниже. Почему такое происходит? Там откуда нефть, то есть какая-то не наша российская, где они берут? Вы знаете, мы живем не в Казахстане, а в России. Ну, просто мы рядышком, и люди сравнивают. Да. Казахстан, если пять лет назад мы говорили о том, что в Казахстане своего бензина, там, закрывают они себя там на 50-60%, то на сегодняшний день ситуация несколько иная. Президент Назарбаев в бытность еще президентом заявил, что мы увеличили объем производства нефтепродуктов, и теперь мы страна, которая перерабатывает нефть, и у них в республике профицит нефтепродуктов, и они готовы экспортировать до 400 тысяч тонн нефтепродуктов. Беда не беда в том, что они производят и четвертый, и пятый класс. У нас в стране, согласно технического регламента, разрешена реализация на АЗС нефтепродуктов только пятого экологического класса, а в Казахстане еще можно торговать и четвертым классом. Там, возможно, и наши нефтяные компании торгуют дешевле, чем внутри Российской Федерации, за счет одного – это акциз. В цене топлива, как я уже сказал, бензина, порядка 12 тысяч рублей – это как раз ставка акциза. Соответственно, он уезжает в Казахстан за минусом этих 12 рублей, и там экономика другая, соответственно, нефтяные компании на своих АЗС могут себе позволить торговать по цене значительно дешевле без вот этого налога. Именно поэтому разница. Думаю, да. Ряд экспертов, я прочитала тоже, говорят, что лучшим выходом для автомобилистов стала бы полная перестройка области вот этой топливной. По их словам, розничные цены необходимо привязать к оптовым, и тогда будет некая сезонная динамика. Вы считаете это правильным решением? Вообще правильно, мы сейчас на последнем совещании в Министерстве энергетики на прошлой неделе, где были руководители ФАС, Минэнерго, представители нефтяных компаний, предложили следующую ситуацию. Есть такое понятие – формула цены. То есть оптовая цена, условно, там 40 рублей. По формуле цене для того, чтобы нормально эксплуатировать АЗС, нужны операционные расходы, условно, 4 рубля – это налоги, акцизы, транспорт, доставка, заработная плата персонала. Условно, это 4 рубля на литр. Ну и, соответственно, 40 плюс 4 рубля, и какая-то копеечка должна остаться для того, чтобы на модернизацию, на ремонт. Ну и, соответственно, АЗС должна, она же приходит, там, все стареет, все ломается. Ну, менять что-то, да, поменять. Соответственно, вот эту формулу цены. Но нефтяные компании пока, скажем так, они в любом случае захотят, значит, будет это принято формула цены. Нет? Нет. Этот вопрос обсуждается, как он решится. Я думаю, что до конца года в любом случае переговоры будут непростые. Но если будет формула цены, тогда мы будем четко понимать, что зимой это будет одна, цена летом другая, зимой опять вниз. Но, опять же, мы понимаем, что у нас ставки налогов не уменьшаются. И, соответственно, вот эти 70% в цене топлива, они никуда не уйдут. Я не думаю, что это будут какие-то там серьезные скачки, потому что цена нефти практически на розничную цену, на АЗС, никак не влияет. Потому что это не более 5-7% цены образования. Поэтому сложно, но мы с таким предложением вышли. Как будут развиваться события, если вам будет интересно, я об этом обязательно расскажу. А вот как вы считаете, как вообще должен работать топливный рынок, чтобы большая часть автолюбителей все-таки не пересела на велосипеды? Ну, как он может работать? Это как любой рынок, как продовольственный. Если растут входные цены закупочные, соответственно, растут и розничные. И здесь мы заложники того, что топливный рынок, он, во-первых, очень дорогой в связи с повышением и привязки нефти к доллару. Если бы у нас доллар отыграл на 30, возможно, мы бы увидели серьезное понижение цены. Но, с другой стороны, федеральный бюджет, как я уже сказал, более чем на 50% это нефтегазовые доходы. И если мы уберем все вот эти налоги и акцизы, мы просто не соберем деньги на все социальные проекты, на пенсии, на заработные платы бюджетников. К сожалению, это вот такая, знаете, палка о двух концах. Мы можем убрать, мы, я имею в виду государство, сократить акцизы, налоги, налог на недропользование, это тоже порядка 10 рублей. Соответственно, но бюджет не получит эти средства, и тогда мы помним, как у нас было, когда не платили пенсии, заработную плату бюджетникам, мы через это прошли. Поэтому здесь, скажем так, надо выбирать. Либо у нас государство, которое выполняет все свои социальные обязательства перед своими жителями, ну и из этого, соответственно, мы получаем цену на нефтепродукты на внутреннем рынке. Ну то есть в любом случае мы ждем это повышение, там вы говорите, что к концу года, по сравнению с первым января, на 2,5 рубля, где-то так, да? Что еще повысится, кроме стоимости топлива? Потому что у нас же и дальше следует повышение уже там, я не знаю, на товары, на услуги какие-то. Ну мы же уже об этом говорили, и не с вами, а с вашими коллегами, что у нас были годы, когда стоимость нефтепродуктов 3-4 года назад, когда она шла вниз. Но это не говорит о том, что там подешевела доставка на те же продукты питания, либо там хлеб подешевел, либо тарифы ЖКХ. У нас есть инфляционные процессы, которые в любом случае на все, скажем так, по итогам года, и вот проценты инфляции, ну практически все системообразующие процессы, они растут. Поэтому из этого и складываются все остальные цифры, я говорю уже там, питание, коммуналка, тарифы, ну все, процент инфляции, все вверх. Ну рискового скачка в самое ближайшее время, в ближайшую неделю, две, не будет по-вашему? Нет, я думаю, что июль-август точно, ну если вот эти выровняются цифры на процент инфляции, ну это, я думаю, что не более там 50-70 копеек по видам нефтепродуктов. Не думаю, что в ближайшее время мы увидим какие-то прям суперскачки. Оптовая цена может вырасти, но опять же будем надеяться, что все же нефтяные компании не увеличат экспорт, и тогда цены в розницу удастся сохранить, если будет рост, ну не более, чем те цифры, о которых я сказал. Спасибо большое. Спасибо вам. А я напомню, что сегодня мы говорили о ближайшем времени возможном росте цен на бензин с вице-президентом Российского топливного союза, депутатом Кривого законодательного собрания Юрием Матвейко.